МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С начала зимы с дорог округа вывезено около 50 тысяч кубометров снега. Это на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также проведено уже 60 циклов по обработке противогололедными материалами. На улице ежедневно выходит 107 единиц снегоуборочной техники. Было принято решение и увеличено количество техники в общем объеме на 30 единиц, задействованных в содержании автомобильных дорог. Самым основным сейчас видом техники, которая используется, которая необходима, это погрузочная техника, погрузчики разного рода, как фронтальные, экскаваторы-погрузчики, лобовые погрузчики, роторные и так далее. Значит, в общей сложности у нас полтороназовое количество таких погрузчиков увеличилось. При уборке дворов задействовано 212 единиц техники и работают 615 дворников. В приоритете – очистка от снега входных групп, лестниц и подъездов к контейнерным площадкам. Затем рабочие очищают парковки, проезды и пешеходные дорожки к соцобъектам. Только после этого приступают к детским и спортивным площадкам. Снег вывозят на снегобазы, расположенные в Одинцове, Кубинке, Ершовском и Успенском. Роспотребнадзором согласована и еще одна точка – на территории больших везем. Получено на нее разрешение размещения объектов. Сейчас готовим соответствующие изменения в формативный документ по определению наших точек складирования снега. И далее будем эту территорию устраивать со всеми нормами. Это установка забора, установка очистных сооружений или какого-то системы водоотведения, а также твердые основания для возможности организации приема снега с территории Чистов, Голицына и Больших Везем. Те, кто заботится об экологии, до 15 февраля могут принять участие в акции «Подари вторую жизнь своей елке». Для этого в округе открыто 8 площадок. По две – в Одинцове и Голицыне, по одной – в Звенигороде, Старом городке, Горках-Вторых и Чистцах. Собранные деревья отправят на вторичную переработку. В официальных дробилках деревья перерабатывают в щепу, которую используют в качестве компоста при производстве почвогрунтов. Применяют ее при высадке новых елей в рамках наших областных акций «Посади свое дерево, лес Победы». А другая часть более качественной щепы уходит на производство фанеры. Ее тоже используют в производстве элементов для новых детских площадок. Между тем, система здравоохранения округа готовится к встрече с новым штаммом коронавирусной инфекции омикрон. Для этого в парке «Патриот» увеличено количество коек на 800. А для переболевших ковидом в этом году на улице Бирюзова в Одинцове откроется Центр здоровья на 60 посещений в смену, который будет специализироваться на диспансеризации. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.